Что такое нейронные сети и как они работают? Сейчас мы рассмотрим достаточно простую нейронную сеть, но почти все принципы, о которых я вам сейчас расскажу, также применимы для построения более сложных, современных нейронных сетей. Готовы? Тогда поехали! Всем привет! Вы на канале Компакт Гейм, у микрофона Антон, и как вы уже догадались, я сегодня вам расскажу о нейронных сетях. Сегодня нейронные сети решают огромное множество различных задач. И сейчас мы рассмотрим достаточно простую задачу классификации. Что такое классификация? По некоторому объекту нужно предсказать, к какому классу он относится, например, по признаковому описанию пациента определить, болен он или здоров. Нейронная сеть – это, по сути, некоторая функция, у которой есть что-то на входе и что-то на выходе. Входом и выходом должны быть какие-то числовые данные. Рассмотрим пример. Пусть у нас даны три числовые характеристики некоторого объекта. x1, x2 и x3, то есть просто какие-то три числа. И нам нужно по ним сделать простое бинарное предсказание. Да или нет. Например, x1 – это давление, x2 – температура и x3 – возраст пациента. Нам нужно определить, болен он или нет. Когда нам нужно по нескольким факторам принять какое-то суммарное решение, обычно мы эти факторы взвешиваем. Давайте используем этот принцип для построения нашего предсказателя. Будем суммировать выходные значения x1, x2, x3 с некоторыми высовыми коэффициентами v1, v2, v3. Тогда взвешенная сумма ходов будет равна x1, v1 плюс x2, v2 плюс x3, v3. Далее для принятия решения по получившемуся числу можно сравнить его с некоторым другим числом – больше или меньше. Или используют эквивалентную форму. Получившуюся взвешенную сумму плюс некоторое значение смещения b сравнивают с нулем. Для проверки этого слоя можно использовать вот такую вот пороговую функцию. То, что больше нуля, отпрасывать в единицу. Все, что меньше нуля, в ноль. И ее выход можно трактовать как да или нет. Часто бывает болезнен ослабить эту функцию, сделать порог более мягким. Таким образом, на выходе мы получим не жесткое значение 0 или 1, а некоторое непрерывное значение от нуля до единицы. То есть вероятность того, что наш пациент болен. Для этого подойдет, например, сигмаидальная функция. В нуле у нас вероятность 0,5, то есть мы не знаем. И чем дальше от нуля в плюс или в минус, соответственно, значение вероятности больше или меньше. Этот простой пример соответствует тому, что происходит в нейроне. Это можно назвать однослойной нейросетью. Его уже можно использовать для решения некоторых задач классификации, но не очень сложных. Это применимо только тогда, когда данные линейно разделимы. Для поиска более сложных закономерностей архитектуру придется усложнять. Сложную задачу можно решить, разбив ее на простые подзадачи. Таким образом, один нейрон решает простую задачку, а сеть из нейронов решает сложную задачу. Итак, пусть у нас есть несколько независимых нейронов, которые по простым данным решают несколько простых задач и получают несколько ответов. Каждый нейрон со своими весами. А дальше мы используем эти промежуточные значения, как входные данные в другой предсказатель. В нашем случае в какой-то другой нейрон. Вот мы и получили простую нейронную сеть. Второй слой в ней решает тоже какую-то маленькую простую задачку, но оперирует уже ответами из первого слоя. Давайте нашу нейронную сеть немного лучше. Что если мы хотим делать классификацию не на два класса, а сразу на N классов? В таком случае строят сразу несколько бинарных классификаторов. Это значит то, что в последнем случае мы поставим ровно N нейронов. Теперь у нас на выходе из нейронной сети уже есть ровно N чисел. И очень удобно эти числа трактовать как вероятности принадлежности к одному или другому классу. Для этого нужно сделать некоторое нормирующее преобразование в конце, чтобы все числа были от нуля до единицы. И сумма вероятности тоже равнялась одному. Это, например, можно сделать с помощью функции SoftMask. Такая вот нейронная сеть у нас получилась. Однако ее можно усложнять. Добавлять еще больше слоев, что будет эквивалентно улучшению глубины нейронной сети. Также можно улучшать ширину нейронной сети, добавляя в каждый слой нейроны. Промежуточные значения не должны осмысливаться. Нейронная сеть в процессе обучения сама решит, что удобнее поставить в середине, а что в конце. Нас лишь волнует вход и то, что мы получим на выходе. То, что мы получили, можно назвать многослойным перецептроном. Или полносвязной нейросетью. В современных нейронных сетях популярна и распространена функция ReLU. Все, что меньше нуля, занулить, а все, что больше нуля, поставить как есть. На этом все. Если понравилось видео, подписывайся на канал и ставь лайк. До скорого в мире интернета. До скорого в мире. Продолжение следует...